Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить про Refresh Token Как его получить, как его обновить, для чего он нужен Ну, если вкратце и затеру немножко теоретическую часть То Refresh Token это как раз тот самый токен, который позволяет обновить Access Token Access Token, как вы знаете, по умолчанию выдается на 3600 секунд, то есть на 1 час И по истечении этого времени пользователь продолжает работать с системой Если вам манется в защищенное место, он будет редиректнут снова на логин, на ввод логина И вот этот вот Refresh Token как раз позволяет где-то там в самом низу То есть без участия пользователя обновить этот токен И я вот сегодня покажу, как это сделать Сегодня я это буду делать, опять же, на примере работы с Identity Server На самом деле существуют и кастомные варианты Ну, не кастомные, да, как-то больше правильно это сказать Варианты, когда используется, допустим, JVT Bearer Когда там, ну, вручную все прописывать нужно Я уже много раз говорил, еще раз повторюсь Identity Server на самом деле очень удобная штука Его реализовали, это Open Source Он уже реализует все спецификации нужные И, в общем, я настоятельно рекомендую его пользоваться Но, во всяком случае, это на самом деле очень удобно Ну и раз сегодня у нас такой отличный день, да, чтобы творить творчество Давайте приступим Давайте для начала посмотрим, что у нас есть Как это работает, на чем мы остановились Давайте я запущу проект Вернее, даже пачку проектов Ну и, в общем-то, как вы помните, в предыдущем видео мы сделали три страницы При входе на первую из них, защищенных, требуется логин, пароль Давайте заведем тот самый логин, пароль Мы попадали дальше на страницу секрет Ну и, в общем-то, здесь на самом деле у нас пока ничего нету Кроме того, что вот на первой странице, секрет, да У нас есть дополнительный запрос на orders API И для запроса используется вот этот вот токен Который мы здесь получаем, access token Вот, давайте я покажу, из чего он состоит GVTIO Это сайт очень удобный Для того, чтобы смотреть, что из чего состоит наш, собственно говоря, токен И вот здесь вот видно Смотрите, на данный момент у меня еще подсказочка есть такая Что у меня токен создан 15 часов в 17 минут А экспарт он в 16 часов в 17 минут Ну, то есть я не буду делать видео, в котором будем целый час ждать, пока это все закончится Мы сейчас настроим таким образом, чтобы нам токен выдавался, допустим, на 5 минут И даже нет, давайте на 5 секунд Я даже покажу, как это сделать Вот, и после того, как у нас токен будет истекать Время, ну, в общем, давайте по порядку То есть для того, чтобы вообще из чего-то начать Нам нужно сделать первое, что нам вот сейчас Давайте вот так вот я остановлю систему И покажу У нас есть клиент У нас есть сайт-контроллер И у нас есть 3 запроса Давайте я сразу их упрощу Я сделал таким образом У нас есть секрет 1 и секрет 2 Если помните, я их просто скопировал Я их теперь просто удалю Но я здесь сделаю немножечко попроще Систему, чтобы можно было Секрет 1 Чтобы можно было на одну и ту же страницу ходить Потому что мы все время показываем одно и то же И я вот, собственно говоря, сделаю именно вот это Вот, запятая, контрол-д Ой, контрол-кей-д Отформатировался документ Это нам здесь не нужно Давайте тоже зарихтанем немножечко код Так, и здесь то же самое Это отлично будет выглядеть В этот прекрасный день Ну и, в общем-то, если вы помните, что такое Climb Manager Я его сделал чисто для видео Для тестов, для того, чтобы показать, как это работает Давайте сделаем таким образом Что я сейчас вот здесь Сделаю вот такую вот Дополнительную строчку кода Для получения рефреш-токена Рефреш-токен И здесь, соответственно, мне нужно написать Рефреш-токен Давайте я поставлю здесь бряку И мы сейчас эту всю штуку запустим Давайте нажмем секрет Надо поставить автофокус А то я уже устал заводить туда Ручную Так, смотрите ID-токен пришел Access-токен пришел Рефреш-токен null Это, в принципе, описано в спецификации По умолчанию не приходит Его нужно специальным образом настроить И это настроится следующим образом Для того, чтобы... Ну, давайте сначала сделаем обрубочек того... Нет, давайте я все-таки поставлю по умолчанию В Identity Server Давайте так вот Ctrl-T, login Вот он И здесь поставлю, чтобы у нас В юзернейм, в input Сразу autofocus Вот так вот Ой Просто, чтобы сразу встал туда курсор Это так Для удобства ни больше, ни меньше Так, ну и теперь для того, чтобы мне Вот в мой менеджере добавить Собственно говоря, информацию о рефреш-токен Которую мы пока не получаем Давайте я буду добавлять в начало Назову его re-fresh-токен Здесь, соответственно Давайте я скопирую для быстроты И вставлю сюда Здесь нам что нужно Здесь у нас токен ClimbViewer Давайте f12 Ага, здесь он будет парситься Вывалиться в осадок В смысле в exception Давайте сделаем такую штуку Бул Re-quired Парс А, нет, давайте по-другому Назовем skip Парсинг Парсинг И по умолчанию поставим false Чтобы не менять остальные параметры И здесь сделаем такую штуку Если Не skip parsing Ну, то есть, если Не skip parsing Тогда будем парсить А если нет, то просто пропустим И, соответственно, раз у нас Вот эта штука где-то наверху дергается Надо прокинуть наверх Да Здесь у нас будет тоже Skip parsing Да, так назовем Alt Enter Добавить в метод Отлично работает И по умолчанию тоже добавим false По умолчанию мы не пропускаем Парсинг И вот здесь сейчас сделаем Здесь true Здесь ничего не будем ставить И здесь ничего не будем ставить То есть Я сделал так, что в refresh токен Добавится Без парсинга В клаймы А здесь будет проделанный парсинг Ну, в общем-то Приведение к клаймам В общем, мы это и увидим Давайте Ага У нас на UI, скорее всего Тоже что-то сломается Я просто в этом уверен Давайте эту гадость свернем Ага Вот у нас клаймы Если у нас будет Refresh токен пустой Будет Exception И есть тоже Ну, давайте вот так вот сделаем Functions Нет Все-таки давайте правильно напишем Function И здесь напишем Пусть будет public А давайте листы сделаем Climps Get Climps Это будет такой метод Altenter Чтобы Давайте вот эту штуку применим И в общем Return new list Он будет пустой А здесь скажем Давайте сюда засунем Давайте сюда засунем Climps Viewer Item И здесь скажем Если Item Climps равен Ну Давайте наоборот Не равен Ну Потому что мы уже пропускаем Внизу обработку Climps Не равен No И Item Climps Давайте напишем Пусть будет Count Больше нуля Ну что они у нас вообще есть Тогда мы будем делать Return Item Climps И в общем Вот здесь мы тогда сделаем Теперь эту штуку скопируем Здесь напишем Вот такую штуку Get Соответственно Climps Отдадим туда Item Ну а дальше Я скопирую И Вот здесь Сделаю то же самое Так Раз Два Ну Теоретически сейчас ничего не сломается Давайте проверим что это работает Да Public К счастью Не нужен Надо его убрать Ну ладно Сейчас уберем Так Где наш метод Отлично Заходим Попали сюда Clim у нас 0 F10 F10 Ага Вот что-то где-то я все-таки не учел Так Давайте эту штуку закроем Скорее всего Я не учел Да Clim token У меня приходит Ну И я здесь естественно выбрасываю Exemption Давайте сделаем так Если Ну а в общем что тут думать Давайте уберем Вот эту штуку Да и все Нам не важно Мы просто будем пустые Показывать И все Давайте запустим И проверим Давайте еще раз зайдем О Глюки Visual Studio Отлично User 1 2 3 Так Проверяем Отлично Ну в общем-то Все теперь Логично работает Clim Нету Token Refresh Пустой И Клаймы Соответственно Внизу Не распарсились Ну И Теперь осталось Кстати Вот Эти Request Сработал На удаленный Сервер В общем Давайте Теперь Это все Будем Менять Итак Давайте Первым делом Приведем К цивилизации Да К цивилизованному Виду Вот эту Вот строчку Да Я хочу От него Избавиться Для этого Мне нужно Что сделать Я хочу Сделать Следующее Вы уже Помните Что есть Identity Model Я уже не раз Его показывал Я его Сейчас Установлю И Теперь Соответственно Я могу Вот эту строчку Убрать И сказать Что мне Клайент Может Сделать SetBearer Token Ну и Взять его Соответственно С Model Точка Access Token В общем Красоты Мало Но Тем не менее Нам это Потом Потребуется Итак Первым делом Нужно Сделать Что Давайте Ограничим Доступ Давайте Ограничим Не доступ А время Жизни Нашего Токена Для этого Идем В configuration Соответственно Identity Сервера И у нас Есть Ну давайте Издеваться Над Клиентом MVC И что Здесь Нужно Сделать Как раз Запятая Уже Стоит Нужно Сделать Access Token Lifetime Поставить Ну Давайте Поставим 5 секунд Ой Этого Будет Достаточно Но Самое Смешное И обидное Что Это Пока Не будет Работать И Давайте Я Вам Покажу Что Это Реально Не Будет Работать Запускаем Секретную Страницу Пишем User 1 2 3 Que Enter Мы Получили Access Token Давайте Скопируем JVT IO Здесь Я Вставлю Вот Сюда И Скажу Control V Смотрите Начало 15 44 39 А Кончается 15 44 44 То есть Токен Живой И активный Истекает Через 5 Секунд И это Реально Так И Смотрите Запрос На сервер Был И Теперь Я Буду Нажимать F5 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 Вы Не Поверите Я Могу Ждать 5 Минут И Оно Все Равно Будет F5 F5 Потому Верите Что Он Истек Нужен Другой Механизм И Он Вызывается Раз В Пять Минут И По Молчанию И По Спецификации То есть Нужно Это Тоже Учитывать Каждые 5 Минут Вызывается И Как Вы Понимаете 5 Секунд Прошло А Ничего Не Изменилось Для Того Чтобы Это Сработало Нужно Сделать Следую Давайте Остановим Проект Давайте Я Теперь Сделаю Таким Образом Чтобы Вот Эти 5 Секунд Которые Становил Вот Здесь Они Все Таки Работали И Для Этого Что Нужно Сделать У Нас Есть Клиент Который Как Раз И Будет Делать Проверку Для Этого Нужно Пойти Вот Сюда И Вот Здесь Open ID Connect Нужно Настроить Дополнительную Настройку Давайте Сделаем Конфиг Точка Здесь У Токен Validation Параметр Создадим Новый И Не так Сделаем Вот так Раз И Бац По башке И все И Вот Этот Параметр Если Вы Прочитаете Спецификацию Он Как Раз И Устанавливает Через Сколько Будет Проверка Помолчание 5 Минут Ну А Мы Сделаем Time Span From Seconds Поставим 5 То Есть Каждые 5 Секунд У У нас Будет Проверка На Токена То Он Проверит Его Гораздо Раньше Чем 5 Минут И Соответственно Скажет Что Он Не Валид Как Это Показать Смотрите Я Поставлю Давайте Я Сначала Запущу Потом Поставлю Здесь Бряк Нажму И 5 И Вы Видите Что Это Не Сработает Хотя Даже Breakpoint Не Ставить У нас Запрос На Сервер Не Пойдет Нажимаем Секрет У нас Старый Добрый Юзер Со Старым Паролем Страничка Открылась Секретный Запрос Прошел Считаем До 5 2 3 4 Все Вместе 5 Нажимаем F5 Нет Не Сработало И Я Вас Обманул Конечно Ж Это Как Говорит Один Мой Знакомый Сорян Ну Я Сделал Глупость Потому Что Я Делаю Запрос На Другой Сервер Оставлю Вот Здесь В МВС То Есть Эту Валидацию Нужно Делать Здесь Ну Соответственно Если Мы Идем На Orders То Это Вот Здесь Вот Этот Barer Есть Здесь Такой же Есть Token Validation Parameter Ну И Давайте Запустим Еще Раз На Этот Раз Надеюсь Я Вас Давайте Расскажу Стоит Мужик В мужском Туалете Снял Штаны И Замывает И Про себя Говорит Никому Верить Нельзя Никому Верить Нельзя Мыло Добавил Опять Никому Верить Нельзя Никому Верить Нельзя Ведь Только Пухнуть Хотел Давайте Теперь Все Проверим Как Это Работает Я Нажимаю Секрет Завожу User 123 Отлично Все Получается Смотрите Первый раз Запрос Выполнился Считаем До 5 Давайте Сначала Чуть Раньше Выполнили Теперь Прошло 5 Секунд Надеюсь Уже Прошло И Как Вы Видите У Получился Ан Втор То То И для того Чтобы Теперь Дальше Нам Продолжить Нам Нужен Рефреш Токен Чтобы При наличии Ана Вторая Сделать Получение Нового Токена И После Этого Сделать Снова Запрос На Этот Сервер В общем Давайте Теперь К этому Приступим Для того Чтобы Это Сделать Нам Нужно В первую Очередь Сделать Таким Образом Чтобы Токены Рефреш Токены Возвращались И Это Делается На самом деле Просто Я Прямо Здесь Напишу Allo Offline Access Ну В общем Опять же Давайте Покажу Немножечком Спецификацию Ну Для начала Смотрите Токен Отпоинт И Мы Говорили О том Что Рефреш Токен Выдаётся Option Или Ну В смысле По Требованию Да Это Первое Что Нужно Заметить Во-вторых Нужно Поставить Offline Аксесс То Что Я Поставить Сейчас Покажу Где Так Ctrl F Давайте Я напишу Вот так Вот Скоп Клиенте Где Запрашивал В Коп Одерс Я могу Поставить Ещё Ну Конечно Не Так Конфиг Скоп И Я хочу Добавить Ещё Один Скоп Который Называется Offline Access И Теперь Когда Я запущу Снова Проект И Теперь Зайду На Секрет Введу User Slash Раз Два Три Ой Наоборот Раз Два Три Смотрите У меня Пришёл Тот Самый Refresh Токен Ну И Давайте Считать До Пяти Один Два Три Четыре Пять Нажимаем Обновить И Реквест Как обычно Сломался Ну В общем То Пока Всё Это По плану Это Пред Определённая Ситуация Давайте Вот Ещё Посмотрим Для того Чтобы Получить Обновление Для Success Ну То есть Access Токен Обновить Нужно Проделать Ну Опять же Два Варианта Можно Сделать По-простому Использовать Этот Айдентити Модул Экстеншены Которые Сделали Ребята Создающие Айдентити Сервер Ну А можно Вручную Давайте Я Предложу Такую Мысль Мы Сделаем Сейчас Сложный Вариант Вы Поймёте Какие Телодвижения Нужно Проделать А потом Покажу Как это Делать При помощи Айдентити Модул Этих Экстеншенов Ну Насколько Это Много Проще Получается Не Нежелающие Смотреть Как Сложно Делать Могут Сразу Перемутать На Ту Сторон Где Уже Будет Простой Вариант Итак Для Этого Нужно Сделать Следующее Для Начала Давайте Снова Обратимся К Документации Смотрите Так Offline Аксесс Вот Refresh Токен Реквест Для Того Чтобы Запросить Токен Реквест У Нас Должен Быть Пост У Нас Должен Клайент И Соответственно Клайент Клиент Грант Тайп У Нас Должен Типа Refresh Токен Refresh Токен Это Как Раз Тот Сам Refresh Токен Который Мы Должны Подставить Ну И В Общем То Опа Найди И Скоп Который У Нас На Этого И И Давайте Создадим Этот Самый Реквест И Сделаем Это Немножечко По Простому Refresh Ой Refresh Пусть Называется Refresh Клиент Http 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 Client Factory Create Client Пойдет Я Просто Хочу Убедиться Что У меня Клиент Будет Создан Новый Чтобы Не Зацепить Предыдущий Ну И Вам Будет Нагляднее Что Это Два Разных Клиента Итак У Нас Есть Refresh Клиент Плохое Название Ну Ладно У Нас Есть Get Async Сюда В Запросе Приходит Http Response Месседж Вот Я Вижу Вот Этот Вот Давайте Его И Будем Использовать Давайте Так Вот Request Соответственно Это Должно Быть Await И Давайте Что Он Возвращает Он Возвращает У нас Response Ну Давайте Так Назовем Response Вот Такую Штуку И Теперь Нам Ну Конечно Же Не Такой Реквест А Вот Такой Воспользуемся ReSharper Зовем Var И Здесь Поставим new HTTP Message Request Ой HTTP Request Message Ну И В Общем То Нам Здесь Нужно Некоторое Количество Параметров Задать И Как Вы Видите У Нас Здесь Есть Content Method И Property Но Давайте Для Начала HTTP Method Зададим В Конструкторе У Нас Будет Post Нас Сколько Вы Помните Я Не Знаю Здесь У Нас Есть HTTP S 2 Slash 10 1 О Localhost Localhost 2 1001 Дальше У Нас Есть Connect И Дальше Токен Теперь Мне Здесь Нужно Указать Контент Контент У нас Будет Ну Давайте Сделаем Так Контент У нас 100 Является Form URL Encoded Насколько Я Помню Давайте Посмотрим Где-то Здесь Было Написано Request Да Form Encoded Это Верно Дальше Нам Сюда Нужно Подсунуть Parameters Но Пусть У нас Будет New Давайте Вот так Вот Parameters Alt Enter Create Local Variable Var И Он У нас Будет Равняться New Dictionary Даже Вот Так Вот String Нет String Запятая String И Давайте Прямо Вот Здесь И Создадим Итак Первое Что Нам Нужно Это Сейчас Посмотрим Снова В Спецификации Grant Type Refresh Token Это Сам Refresh Token Давайте Скопируем Напишу Сюда Refresh Token Это У нас Кто Model Не 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 Ну Что Это Model Refresh Token Дальше Нам Нужно Еще Один Параметр Который Называется Scope Ну Скоп Я Пока Не Буду Grand Type Обязательно Опять Чтоб Не Промахнуться С Названием Я Вот Так Напишу И Grand Type У Нас Будет Refresh Подчеркивание Token Это Начало Ну И раз У нас Есть Request Нам Теперь Этот Request Нужно Обязательно Указать Header Эти Вот Так Я Сделаю Add Здесь Напишем Authorization И Здесь Мне Нужно Указать Набор Value Ну Теоретически Здесь Должен быть Давайте Сделаем Вот так Я Напишу Здесь Barer Barer Вот Ну А здесь Мне Нужно Указать Нечто Такое Секретное Если Хотите Давайте Так Вот Encoded Data Давайте Назову Вот И Вот Этот Encoded Data War Ну Для Начала War Basics Нет Basic Пусть Будет Так Basic Это Password Мне Нужно Его Сформировать И Нет Вру Опять Вру Мне Нужен User Name Двоеточие Password Вот В таком Формате Мне Нужно Подсунуть Вот Этот User Name Является Client ID Вот Этот Password Является Secret Client Secret И Мне Нужно Сюда Собственно Гря Подпихнуть Ну Я Пока Их Оставлю Как Есть Но Дело В том Что Их Нужно Не Просто Подпихнуть Здесь Еще Их Нужно Заэнкодить Вот Так Вот Так Я Что Пути Нажал Да Это Мне Нужно Сделать Encoded Ну Нет Конечно Не Так Encoding Encoding Вот Вот T F 8 Да И Я Буду Делать Из Basics И Вот Эти Вот Encoded Data Собственно Гряд Должны Отправиться На сервер Да Тут Конечно Ж Промахнулся Здесь Должно Быть Send Вот И Теперь Теоретически Мы Должны Отправить Запрос И Он Как Будь Теоретически Должен Сработать Но Давайте Сделаем Немножечко По-другому Не хотелось Бо Это Делать Здесь Давайте Refresh Клиент Ну Давайте Сделаем Таким Образом Я Вот Это Вот Все Заберу Так Нам Нужен Вот Так Control X И Здесь Создам Давайте Вот Такой Вот Поправит Пусть Будет Task Пока Refresh Token И Вот Здесь Делаем Вот Эту Штуку У нас ITTP Model Ага Model Ну Давайте Refresh Token Скажем Сюда String Refresh Token И Отсюда Вот Заберем И Отдадим Вот Сюда С Маленькой Буквы R Вот И Вот Здесь Делаем Async Refresh Нет Ну Конечно же Не Async Await Await Refresh Token И Сюда Дадим Model Точка Refresh Token Окей В общем Мы Сейчас Просто Попробуем Получить Новый Токен Когда У нас Здесь Будет Она Вторая Мы Заделаем Запрос И Я Бряку Поставлю Так Мне Здесь Response Мне Нужно Что-то Вернуть Давайте Сделаю Task Return Task Task Complete Так Сделаем Ну И У нас Тут А У нас Есть Async Поэтому Нам Здесь Ничего Возвращать Не Нужно Мы Просто Вот Здесь Поставим Бряку Вот Здесь Прям Вот F9 И Я Запущу Заходим На Секретную Страницу Заводим User 1 2 3 Вот Мы Попали В Бряку И Мы Получили Request 404 Собственно Гря Этого И Стоило Ждать Потому Что Здесь Должен Быть Client ID Здесь Должен Быть Client Secret Давайте Проверять Что У нас Тут Не Получилось Для Этого Остановим Эту Штуку Сюда Давайте Напишем Client ID MVC Сюда Напишем Client Secret MVC И Запустим Еще Раз Непонятно Я Что Без Дебага Запустил Или Мы Сюда Не Попадаем Ну Давайте Еще Раз Где Наш Клиент Вот Он Секрет Мы Сюда Не Попадаем F12 Сделаем Clean Еще Раз User Ой Раз Два Три Кве Мы Сюда Пришли Идем Идем Собрали Параметры Кве Подождите Конечно Неправильно Потому Что Я Опять Вас Обманул Здесь Нужно Не Просто Написать Client Client MBC Здесь Нужно Не Просто Закодировать Fbyte А Еще Сделать Ее Encode Data 64 Base Вот Так Я Вас Опять Обманул Encode Encode 64 Ну Да Если бы так Все было Просто Нужно Сделать Просто Convert Convert To Вот From Base 64 Вот эти Вот Encoded Data Вот Ну Опять Я спешу Не From Мне Нужно А To To Base 64 String Encoded Data И Вот Этот Вот Encoded Data Мы Должны Отправить Поэтому Вот Это Должно Быть Так Давайте Еще Раз Сейчас Клиента Закроем Чтобы Он Сбросил Свои Логины Пароли И Запустим Еще Раз Сбросил 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 Здесь Мы Видим Снова Ошибку Какое-то Все Правильно Значит Что-то Не Получилось Но Давайте Посмотрим Что Здесь Написано У нас Снова Client идентификатор found вот почему здесь удобно это смотреть и мы здесь токен request access profile ну а вот здесь когда мы делаем конект токен у нас ошибка но у client indefi profile давайте с этим разбираться клайк идентификатор у нас давайте остановимся ну и давайте обратимся к спецификации так это мне старый клиент давайте пока закроем так client secret client а ну конечно я же их не передаю ну ребята что же молчить это client айди меня равен client и подчеркивание mbc control d запятая а здесь у меня секрет и здесь у меня секрет давайте запустим и проверим что это теперь приходит но в общем понимаете да если вручную все это делать то на самом деле это как бы ну такая нетривиальная штука и запутаться очень легко собственно говоря что я и сделал давайте нажмем секрет сюда в нем нашего супер юзера нажмем логин попадем сразу же breakpoint и response response 200 ну в общем теперь осталось получить выдернуть отсюда во контент давайте это сделаем что нам нужно сделать нам нужно сделать давайте так делаем респонс ну во первых эвейт респонс контент get рид стринкой синг и это у нас будет уже сам токен теперь вар давайте сделаем так токен и у нас здесь будет тот самый живите давайте тоже сделаем по-простому у нас будет здесь не токен а токен наверно да то будет и теперь мы это все будем таким образом делать джейсон конверт . где сериала из object и мы будем использовать давайте будем использовать дикшина ри стринг запятая стринг сюда дадим токен дата вар это будет токен уже рефрешит но вернее токен респонс да в джейсоне теперь нам нужен вар access токен ну с двумевый новый да мы его возьмем отсюда вот токен . респонс get выли о дефолт но не буду дефолтный подставляет я буду подставлять так мне нужно здесь что access токен токен так еще то понять все control d здесь и мне будет снова рефреш токен и здесь нужно это указать рефреш ну и давайте посмотрим что из этого выйдет а мы уже где-то название такое езда рефреш но you давайте напишем токен и здесь тоже напишем нею чтобы с ними не теряться давайте попробуем запустить это еще раз и распарсить получится или нет только на вас уже есть нажимаю 12 сделаю клин 12 5 хорошо юзер у нас есть и мы видим у нас появился новый токен то есть response у нас тут есть шесть параметров опять же экспорт 5 секунд есть толкин скоп и в общем и снова и новый рефреш токеню ну теперь самое главное обновить контекст нет контент авторизации до аутентификации и это делается немножечко хитрым способом давайте сделаю метод отдельный давайте сделаем так пусть он будет править ну пока пусть будет войдет апдейт афинтики кейт тут контекст и в этом контексте мы будем делать следующее вар аутентификации у нас будет речь и теперь контекст гетт аутентификации у нас будет речь и здесь мы должны поставить нашу схему у нас схема называется стартап схема называется дефолт это вот схема это cookies и мы здесь напишем куб а давайте так и напишем как там куки и аппликейшем дефолт аппликейшем схема мы здесь должны получить информацию о нашей схеме авторизации и дальше authenticate нужно нам сделать следующий апдейт но для начала нет давайте так давайте что здесь property должны быть нет а ну конечно здесь должен быть у нас в здесь соответственно и синг пусть будет а здесь у нас есть property вот отлично мы должны сказать апдейт токен вэлю название токена но допустим access токен токен и запятая здесь его новая валюту то есть вот этот вот штука да мы должны прокинуть вот сюда и это ну давайте так и сделаем давайте вот так вот скопируем control c control в опять же вейт и в общем сюда мы запихнем access токен и рефрэш нет рефрэш токен и добавим эти параметры отлично здесь поставим точку запятой контент но вообще по naming convention надо здесь написать и синг да как microsoft говорил если метод асинхронный то у него в конце должно быть написано и и синг синг контент давайте сократим это название очень долго писать и под присмотром камеры это на самом деле очень сложно и здесь у нас есть новый метод мы его вот так вот стрем здесь напишем сюда доставим и здесь у нас есть теперь как раз access токен здесь мы проделаем то же самое для рефрэш токен ну естественно здесь нужно написать рефрэш и дальше нам нужно пользователя нам нужно пользователя аутентифицировать htp-context sign-in и уже здесь нужно снова указать принципа это у нас authenticate принципа так и он тоже вейт и вот таким вот образом мы обновим контент стоп здесь у нас не хватает authenticate нужно не только но и property передать вот так то есть мы получаем новый рефрэш токен мы запускаем процесс обновления с этого вот контента да то есть вот здесь вот мы берем то что у нас сейчас где-то там лежит обновляем конкретно access токен и рефрэш заново аутентифицируем пользователя то есть теперь нам нужно теоретически модул который мы брали вот здесь взять заново ну и наверное вот это давайте-ка и проделаем так снова давайте наведем некоторый порядок для начала вот этот вот метод и заберем и создадим новый правит метод не нажал правит пусть он будет таск пусть он будет возвращать стринг мы же будем два различения сервер возвращает секретную строчку значит дед секрет эйсинг ухты эйсинг дальше нам нужно вот это сюда все вставить а нам нужен модул давайте тогда так у нас здесь во первых должен быть риатурн эйсинг значите вэйт и вэйт значит мэйк мета ки нам нужен баррадан клиента создаем нужен модул ну и наверное давайте этот модул клаймс 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 да что такое клаймс менеджер менеджер ну или модул моего назвали пусть будет модул и таким образом так что мы здесь на 10 теперь будем возвращать стринг я буду надеяться на то что у меня всегда возвращается корректный ответ но вы так не делайте и теперь раз у меня есть view модул данный весь модул есть вот это вот все я теперь могу почти все брать если у меня будет ошибка я скажу вот так вот рефреш и снова давайте скажу вот так вот не вар view back message я заюзал метод свойства из нет и вэйт гет секрет а синг и сюда должен передать модул ups и соответственно вызовется если все отлично выскочить из этого метода не так сделал control l еще раз так а если будет экземпшен то мы обновляем рефрешим токен модул нам нужно но уже другой мы тогда а так секунду модул из предыдущего токена и потом говорим что нам нужно снова обновить метод мы сэч на этот но по надеемся что у нас всегда экземпшен будет 401 поэтому вы так не делайте это чисто для того чтобы только вам показать и для того чтобы нам этот модул уже получить я сделаю так вар модул 2 равен you coin manager соответственно их это по контекст в котором уже обновленный юзерские данные ну пользовательские и сюда даю модул 2 и тогда мы делаем тоже return view теоретически сейчас должно все сработать запускаем так но смотрите во первых давайте сделаем по-другому я вот здесь поставлю бряку и покажу что реально не срабатывает а потом я покажу для пользователя ну покажу что для пользователя совершенно это прозрачно да то есть пользователь юзер у нас фамилия матершины смотрите пришел запрос в 10 отлично сработало мы пошли на сервер получили данные вот она security stream нажимаем еще раз у нас снова еще пять секунд нет уже прошло пять секунд и у нас exception обновили токен получили новые данные снова получаем у нас снова security стрим пришел и получается опять новое снова нажимаем 5 у нас пять секунд уже прошло давайте чуть-чуть побыстрее делаем еще раз вот видите 5 секунд не успела пройти и масса черновился без экземпшена то есть таким образом получается что пользователь нажимает секрет а он как ну ходил сейчас вот exception 5 секунд прошел снова refresh токен снова получаем ну я думаю принцип вы поняли то есть если сейчас breakpoint отключу то для пользователя будет совершенно прозрачная картинка он ходит хотя у него вот токен истек но он обновился если не обновился получает заново ну и в общем то я думаю что мы добились то чего хотели ну и последнее что осталось сделать в этом видео хотя он уже затянулась вот это вот всю набору этих строчек поменять но уже существующие до которые возможно использование из вот этой сборки кто зато идентики модула но так как она мне уже установлена refresh токен клиент у меня есть refresh токен async ну в общем здесь уже на самом деле как вы понимаете есть предопределенные классы в которые нужно определенные штуки запихнуть и здесь эта операция будет проделана ну так же как и мы сделали но только вручную refresh клиент у нас делает теоретически то же самое он получает этот самый токен так и давайте напишем вар резалт резалт рефреш а вот так вот ой резалт рефрей ну пойдет и вот это вот все можно собственно говоря закомментировать и вот сюда у нас уйдет вот так рефрей access токен где он access токен вот почему я сделал отдельный метод я думаю что теперь это стало понятно и рефрейш токен на рефрейш токи но единственное что параметры никто не отменял во первых мне здесь нужно обязательно написать client айди и он у меня равен client от клиента подчеркивание айди дальше мне нужно сюда обязательно указать client секрет тут главное не промахнуться секрет мвс и ну да есть у меня тоже виси и и запятая мне здесь нужно указать адрес ну адрес это то куда он пойдет за токеном здесь я вот этот адрес копируем так и запятую дальше мне нужно сюда обязательно рефреш токен добавить ой рефреш токен у нас наверху и для того что у меня при получении токена до цеписти привязался для получения при получении токена снова пришел этот оффлайн скоп но вернее мне нужно снова указать скоп в том числе нужно указать их все это короче опан айди это ордерс и пиа и чтобы смог прийти сюда ой чтобы смог отправить запрос на ордерс и пей и оффлайн аксесс это чтобы у меня пришел рефреш токен новый но давайте здесь поставлю бряку и запустим эту штуку нажимаем секретную зону зайти пишем имя пользователя его матершин и пароль мы пришли в зону нажимаем f5 нам ничего не требуется 5 секунд прошло нет еще не прошло вот прошло было обновление вот сейчас пришло обновление смотрите у нас пришел новый токен нам пришел новый рефреш токен бряку снимаю запускаем ждем 5 секунд я сейчас буду снова нажимать f5 а вас попрошу смотреть ну вот на вот этот вот но вот это поле и нажимаем f5 видели успели заметить что произошло обновление ну то есть вот сейчас я хожу ничего нету вот сейчас ничего нету ничего нету то 3 4 5 смотрим на access токен нет смотрим на access токен бац вот он обновился но в общем то они только он обновился обновился и рефреш токен ну на этом друзья все как вы понимаете ну само по себе вот это вот все написание но конечно хорошо и требует некоторых знаний о том как это работает теперь вы это знаете и знаете что есть простые варианты пользуйтесь какими вам удобно на этом видео я завершаю и и наверное всего доброго и до новых встреч